Сегодня, например, вот такое замечательное, чудесное утро, и, предположим, ваша семья еще спит, или ваши друзья еще спят, и вы хотите чем-либо их порадовать. И вот как скрипач берет свой смычок, так и я беру свой нож в матье, вот, например, в это утро встаю и готовлю вкуснятину для своих друзей. Как я это делаю? Которое было обделано. Я немножечко сала здесь оставляю, я не срезаю вот как вот в этом варианте все, а чуть-чуть оставляю. Я оставляю, вот эту часть подвялиться, а вот эта часть у меня остается салом. Для чего? Для того, что я не знаю, когда я дойду до этого момента. Может быть, я найду там через месяц, через год, правильно? Поэтому внизу я все-таки чуть-чуть представляю себе это сальным вариантом, для того, чтобы все-таки увеличить его срок хранения, чтобы она была больше насыщенным. Нижняя часть, она постояла вот здесь, например, на улице и слегка подвялилась. И она довольно хороша. Если у вас в семье проживает один-два человека, вы, конечно же, срежете эту часть и насладитесь ей. А если у вас народу побольше, я бы рекомендовал делать то же самое, что делаю и сейчас я. То есть я режу вот на такие кусочки, которые можно взять и за раз съесть. И выкладываю их на тарелочки, для того, чтобы она на солнце, либо на ветре, просто слегка подвялилась. Это тот же самый процесс получается, что, допустим, вы снимаете корочку подвяленного, вот как вот, видите, здесь сантиметр, что она просто полежит на тарелочке. То есть ваши друзья вкус хамота оценят. Он действительно будет красавцем, когда она будет слегка подвяленной. Не забываем такую верить, что хамот, он всегда стоит на столе. То есть это такой вариант, когда вы приглашаете друзей и жарите шашлыки. Но тут же не мясо главное, а самое главное процесс, который в момент происходит. И вот с хамотом можно ковыряться сколько угодно. Здесь есть куча сухожилий. Здесь вот это есть главная косточка. И вот как вы эту косточку обходите, как вы эту косточку облизываете. То есть получается в этот момент кто-то же может рядом присутствовать, вы можете беседовать. Это не то же самое, что взять кусок колбасы нарезать. Вот поверьте мне, это целый шедевр. Вот я как бы управляюсь одним ножом, но теперь я уже хамоте немножко понимаю. Если бы не был комплект ножей, ну это бы вообще было что-то. Ну примерно это как рыбалка, как шашлычок с баней. Ну вот такой вот прикол. То есть ты нарезаешь для компании. Ты, разумеется, лицо компании. Если ты занимаешься вот такой работой. И это то, что собирает вокруг себя компанию. То есть это то, что делает нашу, так скажем, столово-питейную культуру более интересной и более разнообразной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, начнем, пожалуй, с того, что... Чтобы не быть голословным, мы все-таки уже едим где-то пятую ножку. Поэтому у нас какой-то уже опыт, безусловно, выработался. Есть много споров, какими ножами разделывать. И рекомендуют брать вот такой нож двухсантиметровый, длинный. Ну, чтобы у него было такое не меньше полтора миллиметра полотно, и он не гнулся. Чтобы он был как сабля. Чтобы удобно было на себя работать, от себя. В какой части, вот как, например, здесь этой ножки осталось не так много, эта ножка, для того, чтобы она была украшением стола, я ее резал ровно, ровно, и дорезал вот до такого самого момента, когда, в принципе, сейчас остался такой момент, когда это уже все надо дорезать и выкидывать на тарелку. Потому что все это держится на мышечной массе, а не на кости. И она просто, ну, эстетически будет очень страшно выглядеть. Итак, этот ножик для того, чтобы нарезать, как я показывал ранее, вот такие маленькие ножики нужны для того, чтобы обходить вот здесь косточки. Видите? Вот эту косточку обрезать, вот эту, вот такой маленький ножичек уже. Ну, и большой ножик нужен для чего? У него должно быть широкое лезвие. Он используется, как правило, тогда, когда в эту ножку не съедите в течение двух недель. А вы срезаете аккуратненько сало, срезаете с кусочков сала, чтобы это сало было не нарезано тонко, а нарезано широко. И этим же салом кусочком вы потом прикрываете, чтобы обеспечить, ну, безветривание, ну, чтобы таким образом мясо не обветривалось. Вот, для этого нужен широкий нож. Ну, сейчас, собственно говоря, начнем, наверное, с новой ножки. И тогда будет понять. Пока я сниму вот эту ножку, мы как раз заодно поговорим про сам станочек. Потому что станок в этой процедуре, по-моему, самое главное. Так, мы освободили свой станочек, и поначалу мы хотели купить его абсолютно весь деревянным. Но проблема в том, что, ребята, вы находитесь в Испании. В Испании не существует хорошего дерева. Это надо понимать, да? Здесь не растут такие леса, как растут, допустим, в России. Поэтому с деревом здесь большая проблема, когда вы берете эти деревянные подставки на деревянных всех этих штучках. Как правило, срок эксплуатации у такой подставки, он крайне низкий. А если она где-то будет на заказ сделана в какой-то другой стране, не Испании, то ее стоимость будет порядка 200 евро. Для профессиональных, дорогих ресторанов может быть. То есть вы когда приходите, вы это видите, картинку да. Если будете сами покупать, то чем больше там будет железа, тем она прослужит дольше. Вот. Поэтому мы выбрали вот такую штуку. Вот эта штука стоила нам 25 евро. Выглядела она вот таким образом. Вот этот ножичек нам обошелся здесь же, в Испании, в специальном отделе за 15 евро. Ну и каждый последующий нож тоже стоит 15 евро. Но я так скажу, если я это делаю для друзей и для семьи, мне удовольствие и мне хватает одного ножа. Итак, мы купили свою ножку в магазине. Смотрите, как она у нас, красавица, выглядит. Тут такой момент, что, знаете, шашлык это мужская работа, и хамон это тоже мужская работа. Почему? Весит вот эта вот зараза 5,5 килограмм. Ну, женщине будет крайне неудобно с ней работать, понимаете? Она вся в сале, она полностью все просалена. То есть вы не сможете ее довезти, ее надо во что-то упаковывать. Обратите внимание, что при покупке хамота есть два варианта. Неправильный это кинуть ее в кулек в магазине. Неправильный вариант это положить ее в упаковку в мешковине. Почему? Потому что если вы его положите в кулечек, учитывая то, что, например, в спании довольно жарко, она примерно за неделю покроется вся плесенью. Это не та плесень, которая погубит, скажем, эту ножку, да? Но вид будет такой, что вы не захотите им наслаждаться. Дальше обратите внимание, существует два клейма. Это клеймо производителей. Одно из них клеймо производителей, второе там, где она была произведена, и санитарной службой. То есть на каждой ножке, ну, три такие печати разных цветов. И так мы закрепляем. Нету никакой правильного закрепления хамота. Это каждый делает так, как ему удобно. Знаете, как вот шашлыки в России жарят, каждый это делает абсолютно по-своему. Здесь то же самое. Поэтому я делаю каким образом? Я располагаю так, чтобы она мне эстетически нравилась. Втыкаю ее вот на этот колышек. И укладываю сюда. Не получилось в первый раз. Не беда. Втыкаю ее сюда. И закрепляю так, чтобы вотканулась, скажем, две кости. И начал я завинчивать винтик свой. Сало, ну, просто со всех щелей. Поэтому все руки встали. И вот эти первые моменты, если вдруг вы захотите порадовать друзей, гостей, это вот грязная работа, которая никому не интересна. Так, работа, которая никому не нужна. То есть сами подготовьте хамон, а потом уже приглашайте друзей. Так, вот я его закрепил. Еще раз говорю, сало довольно умное. Мне нравится вот эта бирочка. Это магазинная бирка, она ни к чему не обязывает. Она просто говорит, где она была куплена. А вот эта шнурочка, это, конечно, интересная вещь. Потом завяжем. Вот, потому что, ну, это как антураж. Знаете, тоже шашлыки не разными шампулами. Делаются определенными. Так и здесь. Все должно быть красиво. Закрепил я ножку. Соглашусь, что вот этот вид неэстетичный. Поэтому я переверну его лицом к вам. И вид совершенно другой. То есть в нашем случае, вот мы здесь сейчас живем, мы кушаем хамон каждый день. Я хочу заметить следующую вещь. Как только мы приобрели хамон, мы перестали покупать в магазине вот эти нарезки колбасы, мясо, сало и всего прочего. То есть у нас есть хамон, и он нам заменяет абсолютно все. Поскольку в каждой части хамона, по моим вкусовым ощущениям, существуют разные группы вкусов. Поэтому пока я хамон нарезаю, в принципе, я пробую его в разных вкусах. Поэтому нет смысла, если вы приехали в Испанию или взяли себе этот хамончик на пробу дома, покупать уже другое мясо. Итак, сначала я надрезаю вот эту нижнюю часть, потому что это мясо мы будем точно терять. Если ваш хамон там за 800 евро, конечно, вы даже копыт, по-моему, от него съедите и сварите. Если, как в нашем случае, хамотик недорогой, то в нем нет никакого смысла, скажем так, брать вот эту часть сухожилия. Мы возьмем только хорошее мясо. Теперь мы приступаем к нарезке. Не существует никакого определенного вида нарезки. Я объясню почему. Потому что в зависимости от цели. Если мы это будем готовить на публику в ресторане, то мы будем это нарезовать красиво. То есть на мне будет колпак, у меня будут перчаточки, у меня будут щипчики аккуратные, которые это все дело будут складывать. У меня будет каждый нож за 150 евро с хорошим производителем. Это делается на показуху, на шоу. А если вы вдруг хотите порадовать друзей, то, мне кажется, вы мясо само подготовили. И важен, наверное, не сам хамон, а процесс. Когда вокруг компания собирается, скажем так, около мангала, около барбекю, и жарит шашлычки, идет какая-то беседа. Вот с хамоном все то же самое. Учитывая то, что мы живем в Испании, и в Испании большая проблема с шашлыком. Потому что хороших дрог здесь не найти, хороших углей здесь не найти, это большая проблема. И поэтому хамон им заменяет тот же самый шашлычок. И сейчас мы пришли в магазин Керрифулд, потому что здесь самый большой выбор хамота. И можем смотреть на ножку. В зависимости от производителя, имеется в виду фирма, в зависимости от региона и выдержки. И, соответственно, маркет самой свиньи. А стоимость здесь варьируется. Самую дешевую ножку можно купить за 22 евро. Вот дешевле, чем 22 евро, невозможно купить ножку хамона. А самая дорогая, сейчас покажу, как она выглядит. Вот средняя ножка, смотрите, 23 евро ножка, 45 евро. Они уже идут в специальных отаповочках. И самая дорогая ножка хамона стоится вот здесь. А вот ножки уже в таких упаковочках, как черные чехлы, это пятилетняя выдержка. И они варьируются уже от 300 до 850 евро за такую ножку. 850 евро это вот такая вот черная упаковочка. И вот можно видеть 300, 500 евро, 600, 700 евро. Вот такие штучки. Это те, у кого уже более 5 лет. Это самая дорогая марка. Это Иберика. Это черная порода свиней, которая выращена на желудях. Видите, там такая марка производителя белота? Желудик. Вот. Как он покупается? Во-первых, предлагаются вот такие вот кулечки целлофановые. Это для того, чтобы донести его до дома. Если вы будете хранить, а особенно в Испании температура плюс 50, больше, допустим, одного дня, он сразу покрывается такой корочкой плесени. И вот такая туалетная бумага, ну, одноразовое полотенце. Потому что, дотронувшись до него, все руки будут сразу же в сале, и это надо немедленно будет вытирать. Вот. Это исключение тех хамот, которые свыше 150 евро стоят. 150 евро хамот, они все упакованы должным образом, и там руки, конечно же, не пачкаются. У всех остальных, увы, так не получается. Здесь можно сразу приобрести самый дорогой хамот, который за 1000 евро, попробовать разницу между дорогим хамотом и дешевым. И на что стоит обратить внимание, то специальные подставочки для хамота, они не деревянные, как вот нас всегда убеждали, говорили, что Испания, круто. Нет, это из Китая, потому что дерева хорошего нет в Испании, и невозможно из хорошего дерева делать подставки для хамота. Они здесь все у нас железные. В Керрифунилле, например, предусмотрительно, есть дорогие хамоты, те, которые по 400-500 евро, и они нарезаны и уже упакованы таким образом, что вы можете купить, например, здесь 100 грамм за 10 евро, или 100 грамм за 25 евро. То есть, если нет у вас 1000 евро на хороший хамот, вы можете взять здесь кусочек небольшой и попробовать буквально 10-20 грамм. Они всегда любезно нарежутся, и с этим тут нет проблем. Если вы обратили внимание, ну, если вы первый раз смотрите это видео, наверное, нет. Копытца, ребят, копытца у нас вот туда рожками, да? Вот это неправильно. Почему? Если мы будем таким образом нарезать хамон, мы нарезаемся на эту кость, и ничего хорошего от этого не будет. А хамон надо закреплять копытцами кверху. Это вот точно житейский совет. Для чего я так сделал? Я объяснял. То есть, это не совсем правильная нарезка хамота, это не испанский вариант, это наш уже, потому что я режу не первую ножку, и, как мы уже видели, здесь светит солнышко, и дует ветер. Мы его отсюда с террасы не убираем никогда. Он у нас обветривается, вялится на солнышке, и нам кажется, что от этого он гораздо вкуснее. А для каких вариантов? Мы его употребляем к пиву, к вину, ну, в качестве просто легкой такой закусочки, как такос они делают, да? Вот такой вариант. И поэтому там обветренный хамон, он вполне годится. Если у вас там будут какие-то зимние условия, или еще какие-то, я не думаю, что вот этот вариант вам подойдет. То есть, имейте в виду, так делать надо только в некоторых случаях. В тех случаях, когда вы хотите получить легкое обветренное мясо, и когда у вас позволяют климатические условия, и когда вы гарантированно съедите эту ножку, скажем, за месяц. Вот тогда так вы делать можете. Во всех остальных случаях я бы не советовал. Сейчас я перецеплю хамотик. И обращайте внимание на что. Вот мы его сейчас подрезаем, как он у нас из увесистой такой, мясистой ножки превращается в такую маленькую, невзрачную ножку. Да, потому что большая часть его это кость из сала. Это деликатес. Работаю одним ножом, и если уж кто настоящий профессионал, то он заметит такую вещь, что у меня нету точилки. Это большая ошибка. И то, что здесь нету точилки, мне как бы это не дает наслаждаться в полной мере этим процессом. Ну, не купил точилку, а ножа хватило ровно на две ножки, и все, и он затупился. Вот. Точилочка здесь нужна. Итак, начинаем срезать вот это вот сало. Смотрите, какое огромное, бесполезное сало. Ну, если бы был повар, может, я нашел бы ему применение, но мы, как ни пытались, ничего хорошего у нас с ним не получилось. Я попробовал пожарить картошку, это есть невозможно. Это точно. Так, неправильно закрепил ногу, я прямо чувствую, честно. Недостаточно силы заболтался. Ну, все равно не буду ставить. Вот сейчас, кстати, подошла парочка. Они вдвоем хотят, видимо, провести хорошо вечер и выбирают себе ножку за 300 евро. Ну, дороговато, поэтому они немножечко просят ее нарезать на определенную сумму. Ну, как у вас в магазине, собственно говоря. Вот здесь можно видеть, как выглядит правильная нарезка хамода. То есть, смотрите, он не срезает все сало, а сохраняет сало для свежести и сало для длительной хранения продукта. И выглядит ножка вот таким образом. И сейчас будем смотреть, как он будет профессионально нарезать. Это человек, который занимается только этим. То есть, смотрите, парень берет специальные металлические перчатки. На металлические перчатки одевает одноразовые перчатки для того, чтобы это выглядело более-менее красиво. И срезает небольшой кусочек сала. Можем видеть, как он берет специальный нож для срезания сала. Вот здесь он ему нужен, потому что у него такая специальность, такая работа. И действительно, когда ножка стоит по 500 евро и выше, то просто необходимо нарезку делать именно таким образом. А теперь пошел специальный ножик для хамот. Готов a pie. Мясучいい ножик. И я Figure� в ook целую м leftу. Присуем. Ок家. Мясуч. Итак, смотрите, если мы посмотрим на этот хамот, он до сих пор еще выглядит неаппетитненько, скажем так, да? Но это только начало, и сейчас я расскажу вам, что будет здесь происходить Значит, если мы посмотрим более внимательно, я оставил такие прожилочки сало То есть, если я буду срезать так, чтобы у нее была идеальная картинка, чтобы он был идеально красивый, у хамота вообще ничего не останется Мне жалко выкидывать такое количество деликатеса Поэтому вот это легкое сало, прожилочки, которое есть, она мне позволит его все-таки сохранить не жестким То есть, я не люблю хамотик, который, скажем так, увесит салом, это правда Но я хочу, чтобы он был слегка ветреный, потому что по моим вкусовым ощущениям, и вот с кем я здесь нахожусь Они говорят, что ощущение, как будто бы ты ешь сырое сало Я сейчас здесь оставил от предыдущего хамота несколько штучек, чтобы у вас была возможность сравнить, ребят Значит, смотрите Если мы посмотрим сюда, вот оно слегка ветреное сало, а вот оно свежие нарезки И не так много пройдет времени, пока оно станет таким То есть, другими словами, если у нас вечеринка только сейчас начинается Вот я ее нарезаю тонкими ломтиками сейчас, да? И мне хватит буквально минут 30, максимум час, и она будет вот такого же самого цвета То есть, из такого цвета она превратится вот в такой Есть люди, кому нравится это Ну, это опять дело вкуса, здесь же не существует четкое правило нарезки, как они происходят, да? Поэтому я предлагаю закрепить вот так вот ножку и начинать нарезать В принципе, вот оно вырисовывается в тот момент Очень скоро здесь будет стопроцентное мясо И если мы покупаем не иберико То мы должны понимать, что в дешевых ножках есть такого рода дефектики То есть, все ножки, они немножко разные В какой-то ножке будет немножко больше сала В какой-то ножке будет немножко меньше Поэтому и вкусовые качества хомота От ножки к ножке, они все равно у нас будут разными Если мы покупаем бюджетненький хомот Вот этот хомотик нам попался, например, в такой мраморный Смотрите, такие прожилочки, знаете Сальца, мясо, сальца, мясо с прожилочками, да? Вот И картинка, я так предполагаю, у него будет не лучшей для видео, да? Но вкусовые качества, поверьте, у него... А сейчас мы проверим, какие у него вкусовые качества Ну, я вам скажу, что абсолютно не отличается от предыдущей ножки по вкусу Но мне подозрительно вот эти лишние кусочки сала Вот эти вот Мне они как-то не очень нравятся Ну, еще раз говорю, как мы делаем Мы нарезаем несколько кусочков Выкладываем их на тарелочку Под солнышком и ветерком они у нас сейчас подвялиться минут за 20 И они будут в идеальном состоянии Вот, так что фактически хомотик готов И теперь о чем надо поговорить Самый дорогой хомот, это хомотик, у которого здесь черные копытца Хотите как-то постебаться, удивить своих друзей? У них вопрос Сделать это копытце черным Вас надо учить, как его подкрасить Подкрасили и сделали копытце черным А второй момент Надо понимать, что такое испанская ментальность То есть испанец, который с утра до вечера есть этот хомот Он понимает в этих хомотах уже с рождения намного больше, чем вы И он понимает, почему один хомот стоит 800 евро Второй 300, а третий, как в данном случае, 25 евро А вы человек, который не родились в Испании Который в хомоте, в принципе, ничего не понимает То для вас это все равно экзотика Что хомот за 800 евро Что хомот за 25 евро Вы это не поймете То есть мы здесь уже живем довольно продолжительное время в Испании Не годы Ну, вот, продолжительное И я, честно говоря, разницы никакой не ощущаю И мы с коллегами поспорили И отправимся, наверное, на эти выходные В профессиональное заведение, где угощают хомотом И проведем вот какой эксперимент Мы возьмем самый дорогой хомот за 800 евро И возьмем самый дешевый хомотик за 50 евро И посмотрим, что такое дорогой дешевый хомот Для русского менталитета То есть для человека, который никогда хомоты не ел И если ему предложить дорогой хомот и дешевый хомот И при этом не сказать, что он ест Какая реакция будет у простого смертного Ну, того, который не занимался профессиональных хомотами Вот, итак мы вам показали, как выглядит подготовка по караку Сейчас, собственно говоря, приступим к нарезке Поговорим о вине С каким вином мы рекомендуем его пить Сколько оно стоит в Испании И где его удобно приобрести Разумеется, что вы долго не парили Здесь есть сразу вино Которое, ну, к определенному сорту хомота Например, это камилон юмила Предлагается И, например, сейчас парочка Уже не стали заглядывать к ним в кошелек Но мы посмотрели стоимость покупки хорошего хомота Они купили специальную хомотную колбасу Стоимость колбаски была 55 евро И то, что парень им нарезал Им стало в 36 евро Итак, средняя покупочка Особенного какого-то дорогого хомота Для семейной пары, которая хочет провести хорошо вечер 85 евро Но это надо будет действительно испанцам Надо будет действительно любителям В этом продукте слишком хорошо разбираться Потому что Вот я, например, здесь попробовал и дорогой хомон И дешевый хомон Но я особо каких-то вкусовых качеств не нашел То есть, другими словами Если я беру дешевый хомон И я беру его слегка обветриваю И постоит на солнце По моим вкусовым ощущениям Я, как бы, никогда не был в Испании Не особо я любитель хомона Мне кажется, что это, ну, где-то рядышком И я, конечно же, не понимаю Почему люди тратят за одну покупку Там несчастных 300 грамм По 85 евро Ну, честно говоря, для меня немножко дико Но, с другой стороны, мне хочется об этом знать больше Хочется этим заниматься, наслаждаться Так, ну что же, ребята Мы сейчас выбираем себе какую-то ножку Конечно, мы можем взять эти за 150 евриков С черными копытцами и берега Но еще раз говорю По моим вкусовым ощущениям У нас где-то пятая уже эта ножка И, короче, мы берем гурада Мы берем гурада Стоимость этой ножки Шесть с половиной килограммчиков Нам обойдется в 39 евро Вот таким образом Видите, бумажечкой Чтобы руки не испачкать Держи крепче И закидываем его в этот кулечек Этот кулечек только для транспортировки до дома Если будете держать его на жаре больше суток Он точно покроется плесенью И, насколько я понимаю, сегодня акция И мы можем взять себе еще в подарок вот такой сыр Ну, не знаю, насколько хороши испанские сыры Я думаю, на халяву это очень вкусный сыр Надо брать Если обратите внимание То вот эта часть, она у меня всегда ровная То есть, весь фокус заключается в том Чтобы она была ровной Я, как правило, ложу на нее вот так вот ножик И оставляю в таком виде Накрывая тряпочкой, конечно же Ну, и когда компания сидит Согласитесь, вот такой антураж Это совершенно другая штука Нежели это был бы такой Обкрамсанный кусок мяса, скажем там Свиной ноги Нет Это хомут И к нему надо соответствующее отношение Нужно менять там подходы Делать, как сейчас у меня, упорчик И срезать кусочек И даже в дешевые ножки, если мы посмотрим То вот здесь у нас мясо будет одно Вот здесь у нас уже идет зона мраморного мяса Видите, пробегают такие немножко жиринки То есть, зона мраморного мяса Зона вот черного мяса И зона розового мяса То есть, это мясо, оно может как комбинироваться к разному вину Так и на разные вкусовые ощущения То есть, кому-то же ведь нравится пожестче, да? Срежьте вот этот кусочек Если кому-то нравится пожестче Этот кусочек его Вот он, пожалуйста Если кому-то нравится по мраморное мясо Вот оно в середине Срезаем мраморное мясо в серединке Вот оно У нас кусочек мраморного мяса Пошел Если кому-то нравится розовое мясо Сейчас будет розовое мясо Секундочку Главное, не забываем, что это Это не для того, чтобы пожрать Это деликатес И деликатесом надо наслаждаться И делать это максимально красиво Еще раз повторюсь Для этого не нужно сумасшедшие деньги Я не вижу смысла покупать за 800 евро одну ногу Я думаю, что мы можем приобрести ногу за 25 евро И душа компании при соответствующем подходе Будет точно такой же, как на 1000 евро Все Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки До новых серий И спасибо за поддержку нашего канала Пока Субтитры сделал DimaTorzok